Третий этаж отделения охоте, дежурная кушетка Грина Николаевна. На флюорографии. Сейчас соберем минутку. Минутку, подождите. Сматки через сколько? Через 15, 16, 20 лет. Грудовой путь Риммы Николаевны неразрывно связан с выбранной специальностью акушерки. Окончив в 1972 году Улан-Удэнское медицинское училище, она по распределению была направлена в Малокуналейскую участковую больницу. Работа в сельском здравоохранении связана со многими трудностями. Иногда ей приходилось принимать важные решения самой, потому что не было врача, акушерогинеколога. В 1975 году она вернулась в Улан-Удэ и продолжила работать акушеркой в родильном отделении отделенческой больницы до 1988 года. Когда в Октябрьском районе города Улан-Удэ был открыт новый современный родильный дом, Римма Николаевна была принята на работу акушеркой в родильный зал. Так получилось, что она приняла в свои руки первого малыша, появившегося на свет в новом роддоме. Коллеги вспоминают, что когда Римма Николаевна работала в роддзале, там царил порядок и идеальная чистота. Она всегда была требовательна как к себе, так и к коллегам. Римма Николаевна не мыслит себя без работы, поэтому и после выхода на пенсию продолжает работать в акушерском отделении. Высшую квалификационную категорию подтверждала пять раз. За добросовестный многолетний труд она удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия». Неоднократно поощрялась грамотами и премией. А в июне 2016 года Римма Николаевна была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации». 50 см. В августе 2018 года городскому перинатальному центру исполняется 30 лет. За это время здесь появилось на свет более 130 тысяч малышей. И в этом совместном благородном деле есть частичка души и труда Риммы Николаевны Хабибулиной, которая и сегодня продолжает работать в родном учреждении. 14.34.23.90 в месяц. Спасибо большое. Спасибо. Это самый замечательный, самый лучший. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok